Есть город у Белого моря, на севере нашей страны. Раскинулся он на широких просторах красавицы нашей вины. Архангельск является самым крупным городом среди регионов севера Европейской России. Он выступает в роли Центра поморской культуры и северных традиций. В 2024 году ему исполняется 440 лет. Архангельск – первый морской порт России. За столетия существования города в нем переплелись разные виды архитектуры, сбереглось много строений, обладающих исторической ценностью. Большая часть памятников сооружена в современную эпоху и в советское время. Сейчас в Архангельске размещено несколько десятков крупных монументов и обелисков. Появляются новые арт-объекты. Давайте вспомним некоторые из них. Пожалуй, самый изящный памятник Архангельска появился к его 400-летнему юбилею на мысе Бурнаволок, где был заложен острог, давший начало городу. Доминантой скульптурной композиции является стелла, увенчанная стилизованной чугунной стрелкой компаса, выполненная в форме носовой части поморской ладьи. Она возвышается в центре широкого лестничного марша, по сторонам которого установлены гранитные колонны с фонарями. В основании стелла закреплена чугунная плита с памятной надписью. Чудится мне у причала невольно, Чайки-не-чайки, волны-неволны, Он и она, не он и она, Все это белых ночей перелива, Все это только наплывы-наплывы, Может, без сонницы, может, без сна. Шхуна гудит напряженно, прощально, Он уже больше не смотрит печально. Вот он, отдельный, далекий плывет, Смачно спуская соленые шутки. В может быть море, на может быть шхуне, Может быть тот, а может не тот. Шхуна-запад Трехмайчтовая парусно-моторная шхуна, Памятник северным деревянным парусным судам. При Государственном Северном Морском Музее города. Впервые судно было спущено на воду в 1949 году. Шхуна была использована в создании фильма Георгий Седов. С 1983 года была установлена на Красной пристани В качестве памятника и символа Первого порта Российской Федерации. В 2016 году она пострадала от пожара по причине поджоги и долго находится на демонтаже. Стелла Архангельск представляет собой белокрасный корабль, стоящий на высоком постаменте при въезде в город по трассе Холмогоры. Достопримечательность считается символом города. Кораблик располагается в железобетонных руках. Эта стелла пользуется популярностью среди молодоженов. В первые века существования Архангельск застраивался исключительно деревянными зданиями. Однако страшный пожар 1667 года уничтожил большинство из них. После этого наступила эпоха каменного градостроительства. Первым зданием, возведенным из камня, стал гостиный двор. Крупнейший торговый и логистический центр просто не мог существовать без места, где могли бы заключать сделки, торговать российские заморские купцы. В годы советской власти все здания Петровской эпохи были снесены, но это сооружение уцелело. После реставрации, законченной в 2006, старейшее здание города заняло почетное место в ряду его главных достопримечательностей. Одно из самых изящных исторических зданий города было возведено в 1855 году как клуб для проведения досуга. Элегантный особняк с роскошным фронтоном, арочными окнами, ажурным декором фасада сразу стал важнейшим центром культуры в Архангельске. До революции в его стенах устраивались концерты, выставки, проводились дискуты, лекции. С приходом советской власти главный зал здания стал местом для проведения партийных конференций, съездов областного совета. В дальнейшем особняк принимал под своей крышей тюз, дом офицеров, кинотеатр. Город расширялся и в середине прошлого века дом, мешавший реализации грандиозных планов, был снесен. Однако в 1987 его слегка уменьшенная копия появилась на своем нынешнем месте. Памятник великому земляку, блистательному ученому, замечательному поэту, основателю Российской Академии Наук, был торжественно открыт в 1832 году. Средства для его создания собирали всем миром, а место для установки определял лично самодерживец Николай I. Скульптор изобразил Михаила Васильевича, стоящего на полусфере, символизирующий северное полушарие земли, одетым в римскую тогу с лирой в руке. Унок Ломоносова в почтении преклонил колено к крылатой кении. Композиция помещается на цилиндрическом постаменте из розового гранита. Ныне памятник, несколько раз менявший прописку, находится перед зданием Северного Федерального Университета, носящего имя гениального русского ученого. Детский писатель Степан Григорьевич Писахов изображен в натуральную величину, добродушным стариком с усами и бородой. Сказочник одет в длинное пальто и опирается на трость. На его шляпу села чайка, а об ноги трется кошка. Правая рука скульптуры вытянута, словно для рукопожатия, а в левой – авоська с рыбой. Памятник открыт в 2008 году на проспекте Чумбарова-Лучинского, рядом с улицей, где проживал писатель. Архангельский мужик – памятник персонажу из сказки Налим Налимыч Степана Писахова. Бронзовый крестьянин-помор представлен бородатым мужчиной, одетым распахнутый тулуп, сапоги и шапку-ушанку. Одной рукой он рассекает в воздух, открыв рот, а другой держится за плавник необычного коня. Памятник Сене Малине сооружен в 2008 году и располагается на проспекте Чумбарова-Лучинского. Памятник Борису Шергину – бронзовая скульптура высотой более двух метров. Он сидит на краю стула, а его руки словно посылают людям слово. Ноги у писателя изображены босыми. У них оживают поморские былины. По морю бегут суда. Видно деревянные избы и храмы. Памятник был сооружен в 2013 году на проспекте Чумбарова-Лучинского. Бронзовая фигура персонажа русской литературы Козьма Прутков Стоит на пьедестале в виде пня с оголенными корнями, на котором начертаны его афоризмы. Прутков представлен во фраке. В одной руке у него гусиное перо, в другой он держит сборник своих стихотворений. В ногах у героя – змея в качестве символа едкой сатиры. Памятник был поставлен в 2015 году. Также на Чумбаровке. Четырехгранный обелиск и фигура по морс-оленю. Высотой 6 метров. Расположено на пятигранном постаменте. По центру винеется серб и молот. На стенках постамента. Представлено 5 барельефов. Они отражают виды народного хозяйства севера. Материалами для композиции стали гранитная крошка, цемент и песчаник. Памятник был установлен в 1930 году на Троицком проспекте в честь образования Северного края. Нулевая верста – это знак, обозначающий место, от которого происходит отсчет расстояния до других городов нашей страны. Представляет собой постамент, украшенный позолоченными конусами с четырех сторон. Наверху разместился флюгер. Рядом с памятником находится маленький сквер с лавочками и клумбами. Монумент возведен в 1999 году на переходе Троицкого проспекта и улицы Воскресенской, недалеко от здания главпочтампа. Необычный памятник – памятник инспектору ГИБДД. Автоинспектор из бронзы в форме 50-х годов прошлого века. Он одет в пол шубок и валенки, в руках держит полосатый жезл. Рядом с ним на постаменте расположился светофор и настоящий москвич 1958 года, разукрашенный в желтый цвет с синей полосой. Памятник был открыт в 2011 году, у входа в здание областного управления ГИБДД. Композиция посвящена 75-летию со дня создания службы. Это серия придуманных сказочных волшебных персонажей, внешне похожих на детей. Каждый является хранителем важного артефакта, связанного с городом и регионом. Бронзовые скульптуры высотой до 40 см расположены в разных уголках набережной. Это кудесники. Еще один современный арт-объект располагается на пляже на набережной в виде белых букв. Счастье не за морями. Счастье не за морями. Счастье не за морями.